В полдень на байканах была сбита 48-летняя женщина. Очевидцы утверждают, что водитель ехал по правилам, а пострадавшая выбежала на дорогу внезапно, невзирая на запрещающий сигнал светофора. По словам женщины, она захотела покончить жизнь самоубийством, но тем не менее требует, чтобы теперь водитель оплатил ей лечение. ДТП произошло после полудня на пересечении улиц Василий Лупу и Кока. Водитель Мазды говорит, что ехал по правилам на зеленый свет со скоростью не более 50 км в час. По словам 21-летнего автовладельца, женщина выбежала на дорогу внезапно, и столкновение с ней было неизбежным. Женщина переходила дорогу на красный. Я видел, как она побежала. Мне уже ничего не оставалось делать, и я отдал по тормозам. Но где-то пытался как мог. Она оказалась у меня на капоте. Вызвали скорую, ее забрали. Она была в шоковом состоянии, хотела идти дальше. Но я ее остановил. Очевидцы аварии подтверждают слова водителя. Я стоял на светофоре, ехал со стороны Кока. И видел, как человек ехал под зеленый свет, избил. И вот женщина уже оказалась на моей стороне. Я уже увидел ее. Я уже увидел, когда она с капота упала на асфальт. Она либо была пьяной, либо у нее с головой не все в порядке. Все машины ехали на скорости, а она бросилась на дорогу. Пострадавшую доставили в муниципальную больницу скорой помощи с множественными ушибами и переломом плечевой кости. Женщина не могла внятно объяснить, что произошло на перекрестке. Сперва она сказала, что хотела покончить жизнь самоубийством. Однако это ей не помешало потребовать свалителя возместить расходы на лечение. Хотела покончить жизнь самоубийством. Надоело жить. И как вы собирались? Вот под машину кинулась. Пусть он мне теперь лечит. Ну вот этот, который наехал на меня. Так вы сказали, что вы пытались покончить? Все, оставлю. Ну серьезно, чтобы понять, вы собирались покончить с собой, или он вас сбил? Он сбил меня. Ну надоело жить, понимаешь, надоело жить. Позже она сказала, что у нее был черный день. Виной всему материальное положение, в котором она оказалась. Встала утром, помыла, что-то там тыры, пыры, какие-то звезды по гороскопу. Посмотрела гороскоп, посмотрела гороскоп. Там такое мне наговорили, что там ничего хорошего, черный день, черный день. Я взяла, пошла в Собес, там на меня наорали. Я поехала туда-сюда, еще работала. Ну просто затмение какое-то нашло, побежала в дорогу, я выскочила и треслась. По информации полиции, водитель действительно двигался, соблюдая правила. Однако ему все равно может грозить наказание. В случае, если медики установят, что женщина получила травмы средней степени тяжести, то водителю грозит штраф до 6000 леев или лишение свободы на срок до двух лет. За минувшие сутки в стране произошло 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. В четырех случаях были сбиты пешеходы.